А важно, какие вопросы обсудили митрополит и губернатор. От них берут начало священнослужители, как отпраздновали хабаровчане торжество учеников Христа. «Преобразить трудных подростков» – совместное дело епархии и Петрынинского центра. Разговор о важном состоялся у правящего архиерея и губернатора. Рабочая встреча прошла в правительстве края. Так, Владыка Артемий и Сергей Фургал обсудили вопрос о необходимости построить Хабаровский духовно-просветительский центр. Губернатор заинтересовался и программой «Сельский храм». Она должна помочь возвести и реставрировать церкви, дома, милосердия, приюты, образовательные учреждения в небольших населенных пунктах. Глава администрации предложил детально проработать положение, чтобы прийти к общему знаменателю. Также участники обсудили и создание попечительского совета по ремонтно-восстановительным работам главного собора города – Спаса Преображенского. Напомним, храмы строятся на деньги благотворителей. Бюджетных средств туда не вкладывается. Власти могут лишь с тем или иным способом оказывать содействие. В качестве благословения митрополит преподнес Сергею Фургалу подарок – икону Святой Троицы. Это как благословение на ваши судьбы, на благотворение, на совместную работу. От них берут начало священнослужители. Дальневосточники справили праздник первоверховных апостолов Петра и Павла. Этим торжеством закончился трехнедельный пост. Он был посвящен не только ученикам Господа, но и мученикам, пострадавшим в первые века христианства. Петропавловский женский монастырь. Церковь едва смогла вместить паломников. На службу приехало около 500 дальневосточников. Желающих причаститься оказалось так много, что чаши с телом и кровью Господа вынесли на улицу. Для обители торжество особое. Апостолы являются ее небесными покровителями. Они были разные. Павел образованный фарисей, Петр простой рыбак. Один гнал христиан, другой сначала пошел за Бога человеком, но когда того схватили, отрекся. Однако оба покаялись. Апостолы настолько возлюбили Господа, что просветили мир своей проповедью. За Христа они приняли и мученическую кончину. Мы, братья и сестры, часто бывают думаем, да что мы готовы за Христа куда угодно. Никогда не отрекемся, а попадаем в какую-то компанию и боимся перед приятем пищи перекреститься. Как и Петр, который сидел, например, у костра, грелся, и тут ему сказали. А это тоже с них будет влиять. Да нет, говорит, я не знаю этого человека. Вот как происходит отречение от Христа. Не думайте, что это будет в течение какого-то большого народа, что это будет выводить вас на площадь и скажут, отрекаясь. А ты думаешь, нет, не отрекусь. Я пострадаю, как те мученики. Нет, братья и сестры. Мы часто отрекаемся от Христа на таком бытовом уровне. Идет мимо храма и не перекреститься. Молитвы не читаем утреннюю, вечернюю. Детей своих не благословляем, дорогой это забываем. Анна прибыла в монастырь на службу, однако ее сразу попросили помочь. Продать на ярмарке молоко да творог от коров обители. В храме литургию отстоять не получилось, молиться пришлось за делом. Благо на улицу были выведены колонки. Женщина слышала возгласы священников, песнопения. Не жалко ли потраченного на послушание времени? Нет, не жалко. Мое внутреннее состояние говорит о том, что мы очень не зря провели здесь время. Конечно, мы причастились, да, это обязательно. Вот, слава Богу. Оказались, кому-то еще здесь нужны. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. После службы митрополит осветил часовню в честь продолжателей дела Петра и Павла, равнопостольного князя Владимира. А потом всех гостей позвали за стол. Для паломников сестры обители устроили праздничный обед. Благодать. Одним словом. Не опишешь. Благодать. Счастье, радость. А первый раз здесь? Да, я первый раз здесь. Мне очень понравилось. Петропавловский женский монастырь был открыт в 2003 году. Сейчас в нем находятся два храма. Келли для инокинь и конописная мастерская «Пасека-коровник». Обитель стала духовным маяком для дальневосточников. Помолиться и потрудиться во славу Божию сюда приезжают и пенсионеры, и молодежь. Митрополит Артемий познакомился с приходом храма особого назначения. Он совершил литургию в церкви на территории воинской части отряда «Тайфун». Она расположена в поселке Сосновка. В этом святом месте молятся не только защитники Отечества. Здесь исповедуются, причащаются хабаровчане и местные жители. Храм Георгия Победоносца славится. Так приход организуют крестные ходы вокруг города. Каждое лето верующие обходят его с иконой Пресвятой Богородицы. Есть прихожане, которые взяли на себя особый подвиг. По ночам бабушки объезжают город на автомобиле с молитвой. Просят Господа защитить людей от зла. В качестве водителя у них трудится звонарь церкви. Люди здесь сплоченные, помогают друг другу. А милосердие, по словам митрополита, является добродетелью особой. Святые отцы говорят, без всяких подвигов, без всяких бдений, без усиленных постов мы можем подразжать Богу именно в милосердии. Если мы проявляем милосердие, мы становимся уже Богоподобными. И через это Бог принимает нас. А милость, она даже от смерти спасает нас. Поэтому не проходите мимо обездоленного, не проходите мимо того, кто нуждается в вашей помощи. Даже можно просто доброе слово остановиться. В конце богослужения митрополит преподнес прихожанам архипастерское благословение. Хабаровская епархия передала здание под дом для трудных подростков. Владыка осветил Центр психолого-педагогической и социальной помощи. В народе его именуют Петрыкинским. Здание находится в парке Северном, рядом с храмом Серафима Саровского. Возводилось оно на деньги благотворителей. Изначально планировалось под приют для девочек, которые кормлял бы женский монастырь. Однако в обители не нашлось достаточного количества сестер, поэтому в 2012 году было заключено трехстороннее соглашение. Представители епархии, правительство края, администрация города намеревались содействовать созданию комплекса для трудных подростков. С сегодняшнего дня мы должны соединить все усилия, усилия и правительства края, и города, и усилия нашей епархии, для того, чтобы дать им и хорошее образование, и хорошее воспитание. В начале их жизни где-то было мало им внимания, мало вви определенной, поэтому мы должны все восполнить. Огромное спасибо епархии за их помощь, за их не просто помощь, а постоянное причастие рядом, присутствие рядом, то, что этот центр здесь построен был. И сегодня огромное спасибо владыке за то, что он передал это имущество правительству Хабаровского края. Это жест, это жест доброй воли. Здесь у нас срабланы кухни, и столовая. Вот здесь, кстати, есть комната владыка. Крестерки приучаются, которые себе замки сами. В центре будут учебные и классы для дополнительных занятий, библиотека, медицинский кабинет, а еще жилые комнаты. Их сделали небольшими. Это помогает избежать казарменного положения. Трех-четырехместные можно жить с семьей, собираться вместе на полник, на ужин, на день рождения, с семьей праздновать, какие-то семейные события, обсуждать, горевать, скорбить всем вместе. Это объединяет, потому что ребята лишены, прежде всего, конечно, этой теплоты семейной. Эта семья, как Господь благословил семью, как вот малая церковь, она является воспитанным. И ребенок свою теплоту, любовь из центра переносит в семью, в свою родную, кровную. И мамы перестают пить. Папы, освобождаясь из совершения свободы, начинают работать, помогать спасать других деток. Пока подростки будут в этом здании полдник, идти заниматься внеклассной работой. А через полгода, когда будут закончены все необходимые работы, жить и учиться. В будущем руководитель центра намерен возвести еще один корпус. В нем оборудуют мастерские, и воспитанники смогут получить профессии слесаря и повара. Мастер спорта по боксу крещен дважды. Знакомьтесь, отец Василий Диденко, представитель духовного спецназа. Боксера бывший не бывает на высоком уровне. Чувствительный боксер, чувствительный стекло наделось. Профессиональный спортсмен батюшку уважает. Как и никак отец Василий завидовал в институте физкультуры, кафедре и бокса. Это две разные жизни. Жизнь без Бога – это похоже на звенящую пустоту, на стружку, закрученную саму на себе. Понимаешь, до 40 лет я просто мотала, как в проруби. И только с приходом веры в сердце появилось смысл, ради которых стоит жить, трудиться, ради которых есть готовность умереть. Впервые в храме тогда еще просто Василий побывал в возрасте полутора лет. Его тайком от отца принесла в церковь бабушка. Однако, чтобы прийти к вере, хабаровчанину пришлось пройти путь длиной в 40 лет. Хотя во многих святых местах бывало, но ни разу не перескупил порог храма до 40 лет. Абсолютно. Даже просто из любопытства. О Боге задумался, будучи уважаемым в светском институте человеком и не зная, что крещен в детстве, прошел таинство второй раз. Сейчас батюшка является настоятелем прихода святого Александра Невского, а еще возглавляет отдел по взаимодействию с вооруженными силами Хабаровской епархии. Дарья Людмилы, Елены Михаилы, Болящая Татьяна Наталья. А как же бокс? Ну я не жалею, что он ни разу не пожалел о том, что я занимался боксом. Он мне ни разу выручал и в таких подворотнях, если говорить, и за рулем. Спорт, особенно бокс, приучает мгновенно оценивать ситуацию и действовать. Даже не принимать решения, а действовать. И вот эта свернутость, ситуация, оценка и действия, она позволяет успевать в режиме, когда нет времени ни на что. Помогает, потому что духовная школа, делание духовное, она требует усилий, требует терпения. А спорт, он приучает терпеть сверхнагрузки. И те нагрузки, которые сейчас на меня как на священник, как на стоятеля, как на руководителя отдела накладывают, они, я способен их нести до сих пор, потому что спорт дал определенную закалку, закваску. И современный спорт, он постепенно из любительского, где основная цель была участие, а не сама победа. Перерос в некую, уже бизнес, где ради наживы, ради риза большого, идут колоссальные нагрузки. И в конечном итоге все сползло в допинг средства, потому что современные нагрузки тренировочные перенести невозможно без допинга. И вот, если мы по этой дороге идем, то это зло. Если мы идем по пути массового спорта, где целью является воспитание человека, причем не мышцы накачивания, а именно воспитание, то тогда это благо. Какие цели человек преследует? Потому что, занимаясь любым видом спорта, можно или оправдаться перед Богом, или осудиться. Потому что цель, она должна быть за чертой смерти. Она должна человека вводить в вечность. Она должна перед ним открывать царство небесное. А можно немножко о личной жизни? Батюшка согласился приоткрыть завесу тайны. Ему было 18, ей 16. Молодые оказались в пионерском лагере. Он трудился вожатым, она помогала на кухне. И вот я как-то... Не хватило ложки меня за столом. Я так подошел к этому розачному окну, и она там в створе этого окна. Я так раз и все. Вокруг были ребята, и сказать, что там вот он самый лучший был, вот так вот, да, просто... Если головой и умом, то, наверное, да. Когда-то прочла в книге в одной из православных, что и очень удивилась, что любовь дает Господь. Мне это так поразило. Я думала, что те чувства, которые мы испытываем, это как бы наше личное. Сейчас отношения батюшки и матушки похожи на те, о которых пишут в сказках. Однако когда-то их семья едва не прекратила свое существование. У нас как раз и развалилась семья. И мы каждый своей дорогой пришли к вере. Кажется, и нас соединил священник. Потому что мы уже собирались жить та же свою жизнь, уже всерьез. Я хотел создать другую семью. Она там свои планы гнила. Нас священник рядом поставил, сказал, вы должны жить вместе. Поежились. И решили. Не пожалели. Не пожалели. Спасибо, Господи. Вот это и самое главное чудо в моей семье. Я вот сейчас возрастом понимаю, что это хорошо и правильно, что мы не поддались какими-то искушениями. Не ушли друг от друга и сохранили свою семью. Супруги рука об руку преодолели испытания. Одно из них наступило, когда будущий батюшка ушел трудиться в храм. Когда я ушел из этого мира, она тоже из достаточно высоко обеспеченной семьи мы превратились почти в бомжей. Порой не хватало денег даже на проезд в автобус. Была тогда разруха, как раз в 90-е. Это тоже работа. Надо над этим думать. И даже ссоры, которые возникают, ты понимаешь, тем более если брак венчанный, а зачастую мы много видим, если люди не ходят в храм, не молятся, не укрепляют свой брак, то та сторона рвет это все. Это не угодно, чтобы двое вошло в Царство Небесное за руку или как, не знаю. Поэтому это тоже надо понимать и понимать это, что ссора, она даже и не ваша, и не вы там участвовали. Кто-то третий поджег вас, да? Постарался. Постарался, а вы поддались. Вы просто поддались. Это тоже надо понимать и прощать сразу. Мы с батюшкой-то очень же разные. Вот внешне, ты уже с возрастом, может быть, мы там это, как-то, мы же разные. Но мы внутри, у нас похожесть, мы можем молчать долго друг с другом. Просто вот нам не скучно. Я стараюсь, учусь. Потому что, в принципе, если ты замужем, само слово «за мужем», ну и будь за ним. Или ты не замужем, тогда будь сама. Какой бы ты ни имел лидерский характер, умение, ну нужно, если живешь человеком, ты должен думать о том, что как ему, как с тобой. То есть ты должен какие-то качества свои, может быть, где-то и не показывать. Если надо, можно и показать. Все наладилось. Более того, выбор родителей сказался на жизни сына. Он встретил в храме будущую жену. И у батюшки меня, у нас, у родителей один брак как-то, наверное, мы... Одна Люба, скорее всего, да. То есть выбираем как-то, и уже с этим человеком оставимся по жизни. Это очень важно. И говорю своим внучкам старшим, нам надо выбрать Ивана Царевича, ну одного. Однако батюшка считает, в его жизни многое не сделано. Так жалеет, что стал отцом всего одного ребенка. Упущенное наверстывает. Он создал при храме подростковый клуб. Во мне, знаешь, сидит вина большая перед Богом, перед Отечеством нашим, что я в свое время не нарожал своих. И вот я сейчас эту вину искупаю. Работаем здесь, потому что это мои дети. Мои нерожденные мной. Но мои дети. Дело еще много, но в свои 60 батюшка старается следовать правилам жизненного движения. Дорога, которая разворачивается перед водителем за рулем, это и есть, по сути, дорога жизни. Она тоже как тренажер. Можно застревать в поворотах и заниматься самокопанием, самобичеванием, проходя. А впереди новые испытания, новый поворот. А ты к нему опять будешь не готов, потому что все внимание на то, что уже прожито. Для этого есть исповедь, покаяние, причащение. То есть упал, очистился, и надо жить дальше. Потому что вся наша жизнь – это земная, это подготовка к вечности. И когда Господь нас призовет, никто не знал. Поэтому память смертная и память о втором пришествии Христа является нашим, смыслом нашего бытия. Это вот и есть наша сверхзадача. Редактор субтитров А.Семкин